Книга «Открытым оком» И заставили проходящего некоего Кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирным, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его «Царь Иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другую по левую сторону, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания. И к сладеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря «Э! Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси себя самого и сойди с креста!» Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу «Других спасал, а себя не может спасти». «Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверовали». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопило Иисус громким голосом «Элои, Элои, лама савахвани! Что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут, услышав, говорили «Вот Илью зовет!» А один побежал и наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его!» И Иисус, возгласив громко, испустил дух. И заветов завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Мы читаем также Иоанна, 19 глава, 16 по 17 стих. «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски, Голгофа». Мы должны совершенно отрешиться от того поэтического понятия о кресте, которое сложилось со временем под влиянием христианства. В то время это было позорное орудие казни преступников, то же, что виселица или гильотина. Вино сосмирную давалось распинаемым, чтобы несколько одруманить их. Христос отказался принять это средство. «Почему?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 11 стих. «Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец?» «Нет ли в этом урока для нас?» Глубокая тьма затмила его душу. Взяв на себя грех мира, он должен был вкусить смерть за всех. Евреям, 2 глава, 3 стих. «То, как мы избежим, вознерадев от Оликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшим от Него». Смерть грешника, разрученного с Богом, Риммин 6,23, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Ужасная глубина этой скорби для нас непостижима. Марка, 15 глава, 34 стих. «В девятом часу воззапило Иисус громким голосом, «Элои, Элои, лама савафани, что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил, ты меня оставил». «Господь остается верным до конца и, преклонив голову, передает дух со словами, совершилось». Иоанна, 19 глава, 30 стих. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив голову, предал дух». Семь изречений сказано Христом на кресте. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 по 43 стих. «И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ним и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос избранный Божий». Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословивал его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив у Немалого и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда ты сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь, приидешь в Царствие Твое». И сказал им Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 26 стих. Иисус увидел Матерь и Ученика, Тот стоящего, которого любил, говорит Матери Своей, «Жено, се сын Твой». Потом говорит Ученику, «Се Матерь Твоя». И с этого времени Ученик сей взял ее к себе. Марка, 15, 34. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элои, Элои, лама, совахвани», что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Для чего ты меня оставил? Евангелие от Иоанна, 19 глава, 28 по 30 стих. После того Иисус, зная же, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоб, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Луки, 23 глава, 6 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал «Отче, в руки Твои придает дух мой». И сие сказав, испустил дух. Евангелие от Марка, 15 глава, 39 по 47 стих. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так и возгласив, так возгласив и спустил дух, сказал «Истинно, человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего, и Иосий, и Соломия, которые тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему. И другие многие, вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царствия Божие. Осмелился войсти к Пилату и просил тело Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, и призвал сотника, спросил его «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Марии же Магдалины и Марии Иосифу смотрели, где его полагали. Римский сотник, начальник римской стражи, стоявший напротив креста в качестве ответственного за исполнение казни официального лица, увидев, как Иисус испустил дух, засвидетельствовал факт кончины Иисуса и сделал об этом официальный рапорт Пилату, отвечая главой за достоверность сообщенного известия. «Вскоре затем пришли воины от Пилата, чтобы перебить дубинами голени распятых». Мы это считаем. Иоанна, 19 глава, 31 стих. «Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И тем ускорить их смерть от шока. После перебития дубинами колени. Найдя Христа уже мертвым, они воздержались от этого акта над ним и ограничились тем, что пронзили ему бок копьем. Истекавшая кровь с водой показала, что действительно смерть наступила до этого. Иосиф снял тело, что значило компрометировать себя перед всеми другими членами Верховного Совета. Но теперь страх людской у него прошел. Дерзаем ли мы откинуть страх людской и открыто выступить за Христа, хотя бы мы и компрометировали себя этим? Евангелие от Луки, 23 глава, 51 стих. Речь идет об Иосифе, который снял его тело. Не участвовавший в Совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божие. Он и раньше не шел против своей совести, как разозаразительный пример. Мужество Иосифа повлияло и на боязливого Никодима. Влияние нашего примера идет гораздо дальше, чем мы предполагаем. Хотя бы ради этого нам надо было выступить смело и вызвать к тому же скрытых друзей Христа. Послание филиппийцам, 1 глава, 13 по 14 стих и 28 стих. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притолии и всем прочим, и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предназнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Деяние, 4 глава, 8 по 10 стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как Он исцелен, то то будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Деяние, 9 глава, 27 по 28 стих. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Деяние, 14 глава, 3 стих. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя в Господе, о Господе, Который во свидетельство Слово благодати Своей творил руками их знамение и чудеса. Все надежды о мессианском царстве разбиты для учеников. Враги торжествуют, и речи Христа о его божественном происхождении, и о будущности его дела остались для учеников абсолютно непонятными. Евангелие от Марка, 16 глава, с 1 по 8 стих. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собой, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь». Иисуса ищите на Золенина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в галерее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Громницы того времени были высечены в известковых скалах в виде камер. Вход в них заслонялся большим каменным жерном, который мог катиться налево и направо по выдолбленному жеробу. Камень этот оказался отодвинутым, когда подошли ко гробу жены. Как часто мы видим в служении Богу, что стоят такие препятствия, которые издалека казались нам непреодолимыми, но они были уже устранены, когда мы близко подходили к ним. Последовательный ход событий таков, что впервые пришли ко гробу несколько женщин рано утром в воскресенье. Стих 6. Он же говорит им, не ужашайтесь, Иисус ищите на Золенина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Побежали к Иоанну и Петру. Иоанна, 20 глава, 1 по 10 стих. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит, приходит к Семену Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали, оба вместе, но другой ученик бежал с колея Петра и пришел ко гробу первый. Не наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особый свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал. Ибо он, они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. После этого воскресший Господь открылся Марии Магдалине. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 по 17. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И говорят они ей, «Жена, что ты плачешь?» говорит им, «Унесли Господом его и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни, что значит учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Затем Симону Петру, Евангелие от Луки, 24 глава, 34 стих, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Далее двум ученикам Евангелие от Луки, 24 стих, с 13 по 16 стих. В тот же день двое из них шли в селение, от стоящей стадиен на 60-е Турисалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя рассуждаете между собой, и от чего вы печальны?» 11 явился также два раза Иоанна, 20 глава, с 19 по 26 стих. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас! Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся!» Фомам же один из двенадцати называемый Близнец не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа!» Но он сказал им, «Если не увижу на руках его раны от гвоздей и не вложу перста мои в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю!» После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал им, и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим». Пятистам ученикам собранным вместе он также являлся 1 Коринфянам 15 глава с 4 по 6 и что он погребен был и что воскрес третий день по Писанию и что явился Кифер потом двенадцати потом явился более нежели пятистам братьев в одно время из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову также всем апостолам. Затем в Галилее Марка 14.28 «По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». И в течение сорока дней являлся им, говоря ему о Царстве Небесном Деяние 1.3 «Которым и явил себя живым в пострадании своем со многими верными доказательствами и в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Евангелие от Марка 16 глава с 9 по 20 стих «Воскреснув, рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим, но они, услышав, что он жив и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его, воскресшего, не поверили. И сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровших же будут сопровождать все знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить неумовыми языками, будут брать змей и, если что, смертоносные выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Первое человеческое существо, которому воскресший Господь открылся, даже раньше матери своей и самих близких ему апостолов, было лицо, которое раньше находилось глубже всех других во власти зла, пока оно не было спасено Христом. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 20 глава, 16 по 17 стих. «И Иисус говорит ей, Мария, она обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, выхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Какой урок для нас в этом? 1 Коринфянам 6, 11 «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Ефесянам, 2 глава, 10 по 13 стих. «Ибо мы, его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И так помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки к крови Христовой». Титу 3.3.5 «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления святым Духом». Стих 15. Евангелие от Марка мы считаем «И сказал им «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Возможно ли допустить, что ложь делает людей счастливыми и добрыми, а истина – неверия во Христа, несчастными и недобрыми? Возможно ли, что боевангельский поток целомудрия, правды, кротости и многих других доброветелей, охвативший весь мир и возвышающий народы, принимающий его, мог истекать из источника лжи? Вопрос. Вы за кого почитаете меня? На этом заканчивается наше чтение пособия Евангелия по Евангелию от Марка. Братья и сестры, всех благодарим. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Субтитры создавал DimaTorzok